I have ways of blowing things up. Я, давайте будем честны, я эту игру, ну, Baldur's Gate знаю очень долго, но я никогда не играл, ни в первую, ни во вторую часть. Максимум, когда я сталкивался с Baldur's Gate, это когда на второй Diablo вышел неофициальный мод, который назывался Baldur's Gate, который в Diablo менял все вещи, оставлял геймплей прежним, а вещи становились из Baldur's Gate. Кстати, он был не самым лучшим, но это просто мод, это просто любительская, просто, к слову, про то, почему я сейчас об этом вспомнил. Про первую и вторую часть я ничего, к сожалению, сказать не могу. Давайте начнем тогда с третьей, раз она так нашумела. Еще меня немножечко удивило то, что игра сама себя выставила на ультра настройки, посмотрим, если она таким образом будет держаться, то я вполне не против. Поехали на балансе. Начинаем. Еще ничего не смотрел, еще ничего не знаю. Даже в ютубе на нее не смотрел ни ревьюшки, ничего, потому что у меня было в планах поиграть. Все, короче, давайте после синематики поговорим. Хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребят, возможно у меня будет такой голос, я чуток приболел, ничего серьезного, но голос такой как будто что-то серьезное, поэтому не обращаюсь внимания. Насчет звука, звук мне пришлось перекрутить немножечко, еще отдельно сделать музыку, тише, звук пока что тестируем, как вы знаете, как всегда в первых сериях, звук тестируем, а потом посмотрим. Случайный герой с историей. А ты? Ты у нас, ты у нас рандомная, да? Раса эльф. Раса эльф. Времени минут сорок, наверное, сейчас это все делал, это для вас сейчас машина времени. Да, получилось у нас эльф, поскольку хорошее обращение с мечом, с коротким мечом, луками, длинным луком, видит в темноте и на следе эльфа получает преимущество при испытании против выражения. Я пока еще не знаю, что это все значит, но из всего, кто здесь есть, тут есть, кстати, много интересных рас, те же самые тифлинги, дроу, давакины, есть дварфы, гномы и полурослики. То есть, есть также полуэльфы, дроу это типа темные эльфы, гитьянки или гитьяне, вот это такие зеленые, вот это то, что нам, кстати, в ролике показывали эту девушку, которой и червяка в глаз запихнули. Вот, также, почему женский персонаж, я пока что без понятия, как это все, но, скорее всего, игра-то не от первого лица, а если я буду смотреть на свой персонаж, я предпочитаю, чтобы было интересно хотя бы смотреть. Каких-то различий в мужском-женском персонаже я пока что не заметил, что мне, допустим, смотрите, когда настраиваешь внешность, то тут можно идентифицировать себя как. Так, то есть, мы не настраиваем мужчину или женщину, а мы можем сделать, например, идентифицировать себя как мужчину, при этом голос мы выбираем рандомный, они тут идут через раз, есть, смотрите, вот, это женский, это мужской, женский, мужской, вот, и так по очереди. Также и лица, вот, мы выбираем эти лица максимально нейтральны, то есть, ты берешь вот это вот лицо, оно не мужское и не женское, ты просто меняешь на нем прическу, ставишь на него мужской голос, делаешь тип тела, четыре типа тела, они типа, знаете, в чем еще прикол? Когда ты выбираешь женщину, тут есть иное, есть мужчина, то есть, вот это вот может идентифицировать себя как мужчина, также, ну вот, я ставлю женщину, также там есть иное. У нас есть куча, насчет, кроме того, что типажа разного, так ты еще и румянец кожи можешь выбрать отдельный. Кроме этого, возраст, веснушки, есть, витилиго, я уж не знаю сколько людей в мире, которые больны этим заболеванием, но это делает вот так вот. Окей. То есть, постарались влезть во все, что только можно, во все нормы, также, кстати, тут меня в самом начале игры кое о чем предупредили, я немножечко отмахнулся, а потом, я понял, что это, наверное, зря сделал, потом в опциях уберут. Тут есть такая штука, как абсолютная нагота, и тут, тут можно выбрать гениталии, привет, киберпанк, да, то есть, ты можешь сделать человека, который будет женского телосложения с неправильными причиндалами. Но, более того, тут можно нажать вот эту штучечку, скрывать одежду, и мы увидим нашего персонажа полностью без одежды. Делать я этого на ютубе, естественно, не буду, если вы хотите, пожалуйста, качайте, играйте. Тут есть боди-арт, есть выбор глаз, есть выбор макияжа и губной помады, есть волосы, милирование, седина. Жевать не переживать. Хорошо. Я иду по нормальным стандартам, те, которые меня устраивают, то есть, я выбираю эльфа, который неплохо дружит с магией, хорошо обращается с луком, мечом легкими, и который ловкий. Я выбираю, тут есть подкасты, есть высший эльф и лесной эльф, не знаю, лесной эльф мне не столько понравился, я выбрал, оставил высшего. Насчет фокуса, выбран огненный снаряд, тут есть куча всего разного, я уверен, что что-то из него, из этого разного, что-то более полезное, но поскольку игру я абсолютнейше не знаю, поэтому у меня, кстати, ловкость в приоритете идет, да. Класс. Я выбрал плут, то есть, скрытный, ловкий, бесстрашный, все дела, ближний бой на легких одноруких оружиях, дальний бой на луках, опять же, все сходится с моим классом, не подходит. Шарлатан, знаток афера и обмана, опять же, я себе делаю такого скрытного вора, пытаюсь под это все заточить, то есть, ловкость, интеллект, у меня, видите, силы не особо-то много, проверки на силу. Почему, когда проверки на силу, мне-то все вызывает вайб диска Элизиума? Черт, ладно. В общем, ловкости у нас дофига, выносливость, интеллект, мудрость, мудрость, да, ну и с харизмой немножечко подкачали, но нельзя выбрать все сразу. Ну и способности тут можно еще было вручную вкачивать, я, в принципе, оставил все как есть, потому что ловкость, я считаю, хорошая. В общем, все это представление, то, что я вам сейчас описал, оно все вложилось в 5 минут, а пока я все это читал, это прошло 40. Ну, пока я читал все, давайте продолжаем. Мы выбрали себе имя Тав, мне предложили, я не знаю, с чего мне от него отказываться, оно нормально звучит для эльфийки, пусть будет. В общем, делаем мы себе высшего эльфа Плута, пробуем, давайте продолжаем. Нужен хранитель, черт, и здесь еще читать. Все, ребята, вернемся, когда выберу. Ну что ж, постарался сделать противоположное. Кстати, если как главного героя можно взять дракона рожденного, то у помощника, ну, ангела-хранителя я не могу взять дракона рожденного, тут есть все остальные расы, кроме этой. Постарался взять что-то и похожее, и максимально противоположное, да, я знаю, что странно звучит. Типа взял мужика, огромного, другой расы, это дроу. Как там у нас, они ожесточенные, красные глаза, поклоняются какой-то злой богине. Что у нас тут подразся, дроу лоз, можете почитать, пожалуйста. Из общего выбрал вот такой голос. Время. Нормально, подойдет. Вот такой тип лица, то есть, сделаем ему и мужской тип, и всякое такое. Тут уж, я не знаю, случайно или не случайно, здесь нету кнопочки снять одежду. Тут, в принципе, нет никакой кнопочки поменять снаряжение, потому что, когда мы делали нашего героя, от выбора класса менялась наша одежда и снаряжение. А здесь, ну, класса как только его нет, он будет хранителем, тут безвыходно. Боди-арты никакой на него не делал, глаза у нас красные какие, говорили, лица. Так, оттенок губ, ага, хорошо. Волосы. Волосы я взял в цвет лица, ну, просто такой синий, без заморочек. Сейчас вот вам. Посмотрите, у него тоже уши, кстати, острые. Прически, честно говоря, большая часть отвратительные, даже учитывая, что это какое-то, ну, типа, средневековье. Но, дело в другом. Борода и усы. Ему нельзя добавить никакой растительности. Она здесь, эта опция здесь присутствует. Ты можешь сделать человеку милирование, ты можешь сделать ему, я вам сейчас кое-что покажу, в глазах можно сделать гетерохромию. И у тебя один глаз будет синий, другой красный. Ну, типа, знаешь, как полицейская сирена, когда за тобой едут, можно сделать и так. Хрен с тобой, давай таки сделаем, блин, я могу сделать только фиолетовый. Нет, так тогда неинтересно. Пусть будут просто красные глаза. Был бы ярко-синий, я бы поставил. То есть, можно сделать все, что угодно. А вот бороду и усы нельзя. Ладно. Хорошо. В общем, более-менее настроили мы этого пацана. Почему я делаю его максимально противоположным? Потому что, раз он хранитель, значит, он, скорее всего, будет или появляться там, где нас будут метелить или что-то такое. Нужны навыки, противоположные от наших. Если мы себе делаем ловкого, быстрого, хрупкого персонажа, то хранитель должен быть здоровым, сильным, ну, то есть, типа такого. Смело в бой? Не знаю, как насчет смело, но в бой. Посмотрим, что это вообще такое. О, Ктулха, привет. Давно не виделись. Смех смехом, но мне вот эти вот Ктулхи напоминают, если вы помните, в Ференхангер терминах. Там вот под храмом были вот такие вот твари, которые были сначала улитками, а потом превращались вот в эту. Странный глаз начал дергаться. Ладно. Ну, это некие такие протосы, если бы во вселенной что-то пошло по-другому. То вместо тиранов было бы Средневековье, вместо протосов были бы Ктулхи. Короче, ну... Ничем, не добежишь. Вы серьезно добавили сюда этот крик? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На релизе Когда я брал 4 Диабло Первый входной синематик там просто Бомбезнейший Но я здесь Именно из-за того, что 4 Диабло Стал практически разочарованием года И мне захотелось чего-то большого И светлого Я такой, о, тут же ж врата Балдура, собственно Так Ага Оттаёшь ты, матрёшь ты Голова Сейчас, ребятки, минуточку Так, ладно Очередной раз возвращаемся Я себе Всё-таки Тут есть в опциях такая штука Я вам сейчас всё-таки покажу, чтобы вы мне поверили, наверное Тут есть показ гениталий Это никак не повлияет ни на ваши приключения Ни на возможности романа с другими персонажами И есть показ наготы в роликах Я так понимаю, что YouTube у нас вредничает всё больше и больше Поэтому я их выключу Хотя, ну, спасибо за то, что такое есть В данном случае Я уверен, что такое есть именно Нас не напали, я бы до сих пор Ребят, блин, читайте, наверное, вот такие вот реплики Знаете, что? Сейчас, ещё секундочку Так, ладно Вроде как немножечко подкорректировал разрешение Самую малость Оно и так было вроде как правильно настроено Но мне показалось, что не хватает чёткости И летитская капсула Кому-то ещё не удалось выбраться Так, а бегать я могу? А что значит shift? Так О Яйцо Хорошая информация Хорошо Это у нас Новоросские инструменты Отлично Так, ловкость рук, хорошо Бутылка с жиром А-а-а Имеет Твою неснежную скорость Прикольно Это можно метнуть в кого-то Зелье лечения Спасибо Свиток возрождения Ну, я так понимаю, да Это как Необходимость Нижнее бельё Погоди, ты хочешь сказать, что я могу его снять? Серьёзно? Я же выключил опцию Показывать Ладно Стильные сапоги И показывают нам туфли Хорошо Там аж не одежда Супер Кожаный доспех Это я могу двигать? Могу. Мне вот что интересно. Оно у нас меняется... Ну, например, если снять броню. Ёлки-палки. Фига себе у эльфов. Эльфы модны. Посмотрите на это. Ладно. Одеваем броню обратно. Не будем издеваться. Мне просто было интересно менять соляну в реальном времени. Короче, смотрите, в чем прикол. Тут же сказано, что на ней домашняя одежда. Что это полетело? Я подумал, что я сейчас сниму броню, и на ней останется домашняя одежда, а не вот эта вот. Кожаные сапоги. Меч. А где мой лук? Мне же говорили, что он мне, по идее, должен быть. Ох, тут разбираться, блин. Доживать не переживать просто. Заклинание. Ага. Ага. Ха-ха-ха-ха. Как во всем там разобраться? Использовать? Ладно. А, питомник. Протянуть. Посмотреть. Проверка навыков общее обучение. Для некоторых вариантов диалогов проводится проверка навыков в бросок кубика, на котором можно выпасть... Должно выпасть требованиями и превышающие требования значения навыки. Да, это диск элизиум. Ну, типа, как там. Нажмите. Сложности. Десять. Интеллект. Ага, плюс один к проверкам. Суммарный пламя плюс один. То есть, класс сложности. Минимальное значение, которое должно. Да, хорошо. Понял. Картфордс очень хрустый и легче шприцовения разрушит его. Аааа. Ну, протян... Ну, а что мне? Давай. Разрушит? Это не значит взорвет! Ну, на мой взгляд, немножечко... Сфинктер. На мой взгляд, немножечко некорректно. Так, действия. Заклинание, действия. Ох, ты ж я. Так, хорошо. Использовать комплект оружия ближнего боя. Ох, господи. Я не ошибаюсь. Полегчало. Так, синяя фигня это лечилки. Ну, по цвету можно разобраться. А, могу ли я как-то... Нет. Shift. Ctrl и Т. А карту я могу как-то крутить? А, тут опять можно лечиться. Понял. Обычная карта. М. Это карта, окружающая местность. Они показывают места, связанные с заданиями. Также вы можете ставить свои метки. Кроме того, вы можете телепортироваться к открытым рунным кругам, выбрав их. Понял. Рунные круги. Сейчас вы не можете быстро перемещаться. Спасибо за сведения. Задание. Бежать с наутилоидов. Летиты похитили нас и вживили в мозги паразитов. Нам нужно бежать. Вдохновение. Характеристики... Так, так, так. Поступки характерны для происхождения персонажей. Вдохновляют. Их на очки опыта вдохновения позволяют переговорить. Прикольно. Так, диалоги. Ох, 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 ох. Обратно не полезу. Никто же тебя, в принципе, не просит. А, это нам показывают и по наружу. Хорошо. Стой, а там же можно пройти? Карта говорит о том, что можно пройти. Ничего, мне еще повезло. Соленый клубень. А я могу? У меня нету лука. Я в начале игры, когда это, я отображался как с луком. Отпихнуть. А, окон, окон. Что, блин? Импровизированное оружие ближнего боя. Образающий удар. Фин. Пригнись. А где моя манна? Почему у него один ПТ остался? Ого. Нет, так я ходить не могу. О, стой, а вот так? Нет, так я только двигаю карту. Я думал, что я, может быть, где-то поворачиваю карту так могу. О, погоди. Едкая жидкость ушла. А, не ушла, появилась. А меня это убьет, да, сейчас? Нет. Вот это не вижу смысла это разбивать. Ха-ха-ха. Хорошо. Загружаем. Очень быстро я слился. Загрузить. Ну, было же интересно посмотреть, что это такое и почему. Давайте только без каст-сцены, если можно. Так, все, идем за деньгами. А, питомник. Пробел, расследовать. Нажмите. Да. Двадцатка. Критический успех. Критический успех. Критический успех. Критический успех. Критический успех. А, уйти, конечно. Зачем мне его трогать, раз оно... Так, пойдемте, заберем деньги. Не буду разбивать эту фигню, раз она так вредна для меня. Нафигенно слились. Интересно, сколько есть людей, которые сдохли в первой же локации? Ха-ха-ха. Так. Собирать яйцеголового. Подлечиться, хотя нам не надо. Ну, пойдем сюда. Ага. Вращение камеры. Вот, черт, камеру... Да? Образы гоблиновых и палатых, которые в каждой части в мозгу, словно вспышки. Что здесь? Взять все. О, на стульчике посидеть можно. Серебральное аквариум. Попробуй. Попробуй. Мы выпустим нас. Фигу вам. Не делай ничего. Ага. Там можно дальше пройти? Мне кажется. Я понял. Нет. Хорошо. Помоги. Да. Вы пришли, чтобы спасать нас из этого места. Из этого места вы нас свободны. Экспозитое мозг укрепляет в ожидании. Пожалуйста. После того, как они вернутся. Они вернутся. Из этого места. Из этого места. Простите нас. Пожалуйста. Давай расследовать. Пока везет. Умена. 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 Отечность мозга. Череп сильно давит на него. Умена. Я сейчас искал. Угу. Насколько понятно, что у меня медицина прокачивает? Зачем так. Я могу с помощью ловкости. Ловкости у меня много. Умена. 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 Возвращается к мозгу, но вы заметили возможность. Вы могли обрабатывать этого странного животного, сделавшим его более осознанным, чтобы он показать опасность. я такой что на самом деле и я не я не я не доверяю этому мозгу не замечает твоего вмешательства, она расслаблена и лежит в своих ладонях ты как никого нет ты так? и это мир, настоя на нас во время на этот раз показать, что объективная хотя как вы смотрите то есть что в обзоре мы должны идти к замедлицу но замедлица мы не надо Что там в руке? Мы — это мы. Погоди, может, у них какое-то... Я пойду, но без тебя. И тебе придется остаться здесь. Я ему немножко не доверяю. Лоботомия. С чувака я все не заберу. Тут как-то какого-то... Альт, как в Диаблу, точно. Честно, я же говорю, что я ему просто немножко не доверяю. Я не знаю, что это. Мне кажется, что у вот этих вот... Ну, ктулхов, у них вот эта вот технология, она завязана как раз на нейросетях, живых нейросетях и нейросистемах. Поэтому вполне возможно, что он — это часть всего вот этого вот живого существа. К тому же, раз они похищают людей, разве не для того, чтобы в них вот эти вот мозги вставить и сделать их, ну, типа, своими телами, по сути. Немножко натянутая теория, но посмотрим, как это все будет. Ах... На самом деле, интересно. Фрубку... Ёлки-палки... ... ... Время. Это конец. Твоя головка наградит, и твоя кожа наградит. Визионы прошли. Твоя черная доля, и зеленая черная мечта... И флешка твоего сердца, сенчу это страниц у нас поиск а и здесь и мистер не спасаемся погоди эта штука мне помогла а ты не работе так хорошо счет решился что я не не знаю а а а а а а а а а понятно понял а 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 Пора приостановиться, чтобы у вас было время пропланировать. Готово. 95. Но я... Так, бонусы и действия. Я пойду бить? Они одноразовые. Тут мне не хватит. Отходим. Хотя у них крылья, они же скорее всего долетят. А как... А, типа, я... А, это... Ёлки, вот мой персонаж. Я протупил. Не хватает, отходим. Больно. В шокуре вы можете присоединиться к союзникам. Вы можете управлять именно точно так же, как своим персонажем. Спасибо, это я уже сообразил. Так, все, все, арбалет. Меч. Предлагаю тогда, во-первых, вернуться... Полечиться, во-вторых, вернуться за... Вон, тем персонажем. За мозгом. Я таймера пока что никакого не вижу, наверное. Так, у нее двуручный меч. Одежда. Топор ей подобрал. Лук арбалет. О, короткий лук есть. А я передать могу? Да, могу. Вот. Так и дальнего ближнего боя. Можете переключаться между дистанционным оружием и оружием ближнего боя. Кнопки находятся в панели быстрого доступа. Сменить комплект оружия. F. Использовать дистанционное оружие. Использовать ближнее оружие. Я вас понял. Так вот. 4,9 единиц. 4,9. Такое же. Супер. Эм. Тогда. Еще отдалиться нельзя. Ладно. Побежали. Быстренько пойдем вылечимся. Пока что мозг мне помог. К тому же я его типа ослабил. Ну. 10 и 12. Неплохо. То есть тут. Очки измеряются. Ну очки урона измеряются единицами. То есть у тебя 10 хпшек. Пойдем за этой кракозяброй сходим. Иди ты. Друг, нам нужно врубку. Да. Идем со мной. Чем мне принесли этот корабль? Познать тебя. Возлюбить. Поделиться с тобой нашим даром. Дар. С ним ты станешь как мы. Красивее всех. Сильнее всех. Это явно мозг. Ну вот это. Может сходи находимся? В первых третий кругов Аддар. Мы бежим от великого зла. Пошли иди за мной. Мы идем к хелму. Моя фига хочет, чтобы мы идем к хелму. Так. У меня очередная атака. К попутчике. То есть это по идее должен был быть мой первый попутчик. Иди сюда. Я не попрезгаю. Пойду еще раз полечусь сейчас. Тут потому что близко. И мне нужен один поинт всего лишь восстановить. Я не хочу хилки тратить. А эта штука бесплатная. Все. А, миночка, а тут F5 работает? Ой, спасибо тебе огромная игра. F5 работает. Ха! Все. Жизнь удалась. В принципе, так-то уже заканчивать пора. Мы еще даже наступление не прошли. Заканчивать уже пора. Ну, да. Пока мне все очень сильно нравится. Если дальше все будет, ну, как минимум не хуже, то я хочу пройти эту игру. Этого мы уже лутали. Тут бесов мы уже лутали. Хочу лезть сюда. Наверное, нет. А, вот тут можно было похилиться. Еще одной драконьей атаки мы не выдержим. Лутаем пока абсолютно все. Где-то там уже обожглась. Пока ползла, что ли? Автосохранение. Ну что ж, мы в рубке, кстати. Печать. Печать! Не прячь ничего, без понимания своего способа. Человек не мертвен, но он абсолютно не ответственен. Человек не мертвен. Человек не мертвен. Человек не мертвен. Жизнь в его глазах. Но он выглядит абсолютно не знаю. Возвращаясь к их окружающим. Ты! Открывай меня, капитан! У нас нет времени для страдалов. Эта конструкция слишком alienна. Ничего не видно. Этот корабль укрепляет. Ты хотела умереть для человека? Попробуй эту конструкцию рядом с водой. Они сделали что-то, когда они меня встали. Попробуй! Консоль появляется вверх. Эти механизмы абсолютно неизвестны. А потом используешь пакет. Ничего. Консоль остается вверх. Нужно что-то вставить. Нужно что-то вставить. Что-то должно вставляться в эту штуку. Там, кстати, такой же мозг пополз. Открывай меня! Открывай меня! Эээ, стой! Не сейчас! Мы должны идти к земле. Да я не... Я случайно на тебя. Заперта. Заперта. Эээ, разум. Пушин с мозгами. Заперта. Консоль появляется вверх. Не-не, погоди. А почему каждый раз оно повторяется? Осмотреть. Консоль появляется в механизмы абсолютно неизвестны. Заперта. Нет. Не могу читать снижение. Еще одно истерие. Энергия вибрации разирует от жителей. Но они не реагируют. Гампинга. Как застаньте! Да я пытаюсь, на самом деле... Вытащить тебя. Замы! Девушки отдыхают. 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 Я думал, что это длинная вещь будет быть моим кухом. Спасибо. Твоя мозг лечит в свои думания. Ее благодарность с гордостью с гордостью, потому что у тебя есть гитт с тобой. Ты держишь сомнительную компанию. Я сделал. Это должно быть потому, что эти паразиты, которые они вошли в нас. Они должны ждать. Мы должны идти от этого корабля живым впервые. Дай мне прийти с тобой. Мы можем идти от этого корабля и смотреть друг друга. Shadowheart. Один момент. Это ничего. Поверьте мне, хватит этого корабля. Мы должны идти к хелму. Сейчас. Она права. Повторяйте. На этом пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-побра. Всем молодушек и всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Добра-побра.